Суставная гимнастика, пожалуй, самая важная гимнастика для тела после пробуждения. Она позволяет разработать суставы, улучшить их подвижность, обогатить питательными веществами, а также пробудить все тело. Итак, встаем ноги на ширине плеч, делаем глубокий вдох, тянемся за руками. И еще несколько раз. Делаем глубокий вдох, вытягиваем позвоночник, вытягиваемся за руками, удлиняем себя. Итак, первое движение. Плечи уводим назад и повороты головы в одну и в другую сторону. Повторяем 10 раз в каждую сторону. 4, 5, 6. Плечи на одном уровне. 7, 8, 9, 10. От этого же плеча делаем полукруг. Также 10 повторений в одну и в другую сторону. Делаем так, чтобы плечи остались неподвижными. Движения плавные, без напряжения. Никаких болевых ощущений вы не должны испытывать. Еще 3 повторения. 3, 2 и еще одно повторение. Следующее движение это вращение плечами. Также 10 повторений назад. Полный объем подъема. И опускаем лопатки вниз. Еще 6, 7, 8, 9. И еще одно повторение. То же самое вперед. Как будто бросаем немного плечи вперед. Делаем движения еще раз объемные. Дышим легко, свободно. Не задерживаем дыхание. Еще 3, 2, 1. И сразу движение вперед. Это вращение прямых рук. Тоже объемные движения. 5, 6. Делаем каждый раз вдох на подъем. 7, 8, 9, 10. Заканчиваем. Теперь движение. Сгибаем в локтях и поднимаем руки. Также заметьте, что я сгибаю пальцы. То есть делаю кулак. 3. При каждом подъеме делаем сначала вдох, выдох, вдох и выдох. Или делайте так, как вам удобно. 5 и 6. Немного тянемся за руками наверх, когда поднимаем руки. 7. Разрабатываем локтевые и плечевые суставы. Еще 2 повторения. 7, 9 и 10. Теперь мы то же самое сгибаем в локтях, оставляем локти вдоль корпуса и делаем вращение кистями. 6, 7, 8, 9. И в другую сторону все то же самое. Наружу. Старайтесь, чтобы ваши плечи минимально двигались, так же, как и локти остаются вдоль корпуса. И еще одно повторение. Руки в стороны и сгибания только пальцами. Делаем 20 повторений. Сжимаем кисть. Чувствуем усилие. И еще 10 раз. 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. В кулаках и вращение вовнутрь. 10 повторений. Разрабатываем локтевые суставы. Плечи опущены. Шея длинная. И то же самое 10 в другую сторону. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Опускаем руки. Встряхнули. Теперь руки в стороны. Это ножницы. Делаем вдох на раскрытие. Выдох к себе. И каждый раз меняем руки. Сначала правая рука наверху, потом левая. Когда уводим руки назад, делаем двойное движение раскрытия. И 6, и 7, здесь выдох, вдох, 8, 9, и еще одно повторение, 10. Отлично. Плечи назад увели, расправили. Теперь движение, как в гимнастических упражнениях на плечи. Мы просто меняем каждый раз руки, уводя их назад. Увеличиваем гибкость и подвижность в плечевых суставах. Также делаем 10 повторений. Раскрываем грудной отдел. Здесь у нас работает вращение. Итак, следующие руки в стороны. И делаем просто повороты. Также двойное движение. 10 повторений. По 5 получается в каждую сторону. 3, 4, дышим свободно. 5, поворачиваемся вместе с корпусом и головой. 6, 6. 7. Взгляд за плечо. 8. Таз неподвижен. 9. И 10. Каждый раз опускайте руки, чтобы плечи немного расслабились. Итак, продолжаем. Руки в стороны. Теперь мы делаем скрутки. Мы обхватываем себя и смотрим за плечо и назад, и немного вниз. Растягиваем длинные мышцы шеи. Растягиваем межпозвоночные мышцы. Длинные мышцы спины. 5. Также по 5 в каждую сторону. 6. В сумме 10 повторений. 7. Делаем вдох и выдох скрутились. 8. Таз максимально неподвижен. 9. И еще одно повторение. 10. Отлично. Итак, плечи опустили вниз, руки на пояс. Вращение грудным отделом в одну сторону. Посмотрите, чтобы ваш таз не двигался. Поверьте, со временем будет увеличиваться амплитуда. Мы увеличиваем подвижность всех межпозвоночных отделов. 7. 8. Вытягиваем 9. Еще один раз 10. И в другую сторону все то же самое. Вращение и 9. То есть движения обязательно объемные. Но чтобы таз стабилизировался. Осталось 5 повторений. 5. Дышите свободно. 4. 3. И еще 2 повторения. Никуда не торопимся. И 1. Хорошо. Итак, ноги чуть шире плеч. Руки в стороны. И мы делаем так называемые наклоны с подъемом руки. Ну или еще и называют мельница. Не увеличивайте амплитуду. Если чувствуете какой-то дискомфорт, делайте в небольшой амплитуде. Но здесь отлично растягиваются ягодичные мышцы и мышцы спины. 5. Вдох и выдох на опускание. 6. Посмотрите на ладонь. Вверх. 7. И 8. Колени постарайтесь держать прямыми. 9. Если тяжело, немного сгибайте. Хорошо. И опустили плечи, плечи назад. Остаемся в этом положении. Ноги широко. Итак, движение. Сгибаем колено и вытягиваемся противоположной рукой наверх. Взгляд на ладонь. Делаем вдох. И на выдох вытянуться. Удлиняем весь бок, широчайшую мышцу спины. Можно поставить ноги чуть шире, если вам неудобно делать. И 6. Мы также еще разрабатываем колено и тазобедренный сустав. 7. Вдох, выдох. 8. Это очень приятное ощущение для спины. 9. И 10 повторение. Супер, закончили. Ноги собираем. Ноги на ширине бедер, руки на пояс. И движение теперь бедрами в одну сторону. 10 повторений. 3. Также объемные 4, 5, 6, 7. Увеличиваете амплитуду. 8. 9. И в другую сторону также 10 повторений. У нас получается, что плечи и голова почти на одном месте. И только таз вращается. Еще 4. 3. 2. 1. Закончили. Для баланса руки в стороны. Можно держаться за стену или за стул. И делаем вращение тазобедренным суставом изнутри. То есть движение за счет вращения. Если вы чувствуете, что теряете равновесие, просто касайтесь носком. Еще 2. И одно повторение. И теперь то же самое в другую сторону. Если у вас щелкает тазобедренный сустав, делайте просто в меньшую амплитуду или просто поднимайте его вперед. Но не делайте так, чтобы было больно или сильный щелчок. Еще 4. 3. Вытягивайтесь макушкой наверх. 2. 1. Итак, теперь махи вперед. Мы увеличиваем подвижность тазобедренного и растягиваем заднюю поверхность бедра. Вдох. Выдох. Также можно себя придерживаться за стену или за стул. По мере увеличения гибкости поднимайте ногу выше. Еще 2 повторения, но без сильных рывков. 10. И поменяли ноги. Все то же самое сделаем на другую сторону. Чуть ногу назад. Можно сгибать немного колено, если не позволяет пока еще растяжка. Но поймите, что она увеличивается по мере того, как вы занимаетесь. Еще 3. 3. 2. 1. Итак, мы опускаемся еще ниже. Плечи уводим назад. И теперь делаем движение носком. Носок ставим прям под бедро. Далеко вперед не уводите. И 10 вращений носком в одну сторону, то есть наружу. Здесь еще и коленный сустав хорошо разогревается. И теперь то же самое в другую сторону. По возможности сначала будет это неудобно и ничего страшного. Можно это то же самое делать на весу. Когда вы поднимаете колено и вращение носком. Мне больше вот так нравится. Я чувствую больше растягивания и больше вращения. Еще 4. И в другую сторону также 10 раз. Вовнутрь стараемся делать объемные движения. Закончили. Теперь важно. Мы разогреем бедра, разогреем тазобедренные суставы и коленные суставы. Делаем 10 всего приседаний. Ноги на ширине плеч. Уводим таз назад. Посмотрите, чтобы колени не уходили за носок. Делаем вдох и на выдох подъем. Вдох и выдох. Опора на пятки. 6. 7. Мы увеличиваем еще приток крови. 8. Крупным групп мышцам. 9. Это бедра. И 10 повторение. И то же самое мы сделаем 10 повторений широкой постановкой ног. Тем самым мы еще разгоняем лимфу. Увеличиваем кровоток. Разгоняем его по всему телу, потому что тело уже готово. Но не забывайте, ноги это второе сердце. Сильные ноги позволяют кровь поднимать наверх. Еще 4 раза. Делаем вдох и выдох подъем. Полной грудью. Руки перед собой каждый раз поднимаем. Еще 2 повторения. Еще одно повторение. Молодцы, закончили. Теперь также можно опереться о стену или о стул. Мы сгибаем колено и берем себя за носок. Тянем пятку к ягодице, а таз подаем вперед. Растягиваем переднюю поверхность бедра, удлиняя ее. Также мы растягиваем подвздошно-поясничную. Из-за нее часто бывает гиперлордоз. Теперь эту же ногу перед собой. Сгибаем опорное колено, а передистоящая нога прямая. Носок тянем на себя. Посмотрите, чтобы у вас была ровная-ровная спина. Натягиваем заднюю поверхность бедра. И все то же самое повторяем на другую сторону. Берем за носок. Таз подаем вперед. Колени вместе. Макушкой наверх. Дышим свободно. Восстанавливаем дыхание после приседаний. Выводим вперед. Носок на себя. Сильно на колено не опирайтесь. Растягиваем заднюю поверхность бедра. Натягиваем спину. Все. Молодцы. Это достаточно простой комплекс. Делаем глубокий вдох. Вы можете пропустить, например, приседания, если еще тяжело идутся. Но со временем продолжайте. Глубокий вдох. Потянулись. И еще один глубокий вдох. Вытянулись за руками. Молодцы. Хорошего вам дня. Лучше всего сделать контрастный душ или принять холодный душ для того, чтобы полностью проснуться и разогнать лимфу. И сделать свое тело более бодрым еще лучше. Хорошего вам дня. Счастливо. А с вами был Красавин Иван. Счастливо. Пока. До новых видео. Счастливо.